так доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее одарское утро и мы продолжаем изучать тору мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору в самой ее приятной интерпретации мы проводим цикл уроков увеличиваем радость увеличиваем радость и это очень приятно да потому что позитивные эмоции они расширяют сознание сейчас прямо конкретно расширяем сознание сегодня у нас 15 урок 15 урок из цикла увеличиваем так и пишу увеличиваем радость номер 15 урок торы да и значит пока мы сейчас включаем все каналы включаем все каналы связи у нас вроде проходят в телеграме и не хранить все в одной корзине и тестировать поэтому может быть сегодня лучшего будет фейсбуке завтра лучшего будет ютюбе послезавтра лучше в телеграме лучше подписаться на ветру во всех каналах и мы вначале для того чтобы стать счастливым нужно убрать убрать то что мешает частью по мнению автора этой книги рон вабер и мы убираем сегодня 10 барьер который есть то есть мы уже разобрали 9 барьеров и сегодня убираем 10 я повторяю все барьеры так как главное же это не учиться главное же это то чему ты научился а то много людей учится прям по многу лет да а в итоге спроси что ты знаешь образование это то что у тебя осталось после того как ты учился и вот значит поэтому я стараюсь все запоминать повторять повторение мать учения так нас тора учит что тот кто учит и не повторяет под похож на того кто сеет и не собирает урожай это одна из мудрости торы тот кто изучает и не повторяет похоже на того кто сеет и не собирает урожай просто зря семена разводят значит повторение первый барьер у нас какой к радости то что природа человека она его ведет на в сторону в сторону негатива причем она его ведет я сегодня кстати узнал одно очень интересно у человека есть три мозга да есть мозг инстинктивный называется рептильный мозг у человека есть мозг млекопитающего у человека есть неокорд из человечестве мозг я думал что что действительно понятно значит рептилия выживание для рептилии главное выживать и она все время ищет что ее испугает значит ее главная рептилия задача заранее поймать момент где есть опасность для жизни и включить инстинкт бей беди замри значит это или то или то или то на английском это 3f это fly как бы улетай это fight это воюй дерись или freeze freeze это замерзни замри пара как будто бы тебя нет и это то что включает инстинктивная система человека при малейшей малейшем намеке на какую-то опасность поэтому люди у кого была травма у них была травма это их организм зафиксировал как опасность для жизни и все что посттравматический синдром то что напоминает ту ситуацию когда была опасность для жизни моментально активирует у человека вот эту вот систему инстинктивную бей беди замри выключить ее очень тяжело и она сжирает просто сжигает у человека его его можно сказать энергию здоровья прям в холосту у него начинают работать пульс 100 там ну жуткие вообще вот такие неприятные последствия хорошо теперь млекопитающая понятное дело что все там лошади коровы и так далее они тоже очень пугливы и потому что все они все млекопитающие пища для хищников поэтому у человека вот этот вот мозг млекопитающего лимбическая система она более ориентирована на негативные эмоции которые возникают при потенциальной даже маленькой опасности то есть все животные очень пугливые млекопитающие теперь но я думал что хотя бы неокортекс человеческий мозг предрасположен для того чтобы чтобы радоваться оказалось тоже нет значит неокортекс это интеллектуальная часть мозга человека да там где мы уже изучаем разные правила запоминаем ну как бы это уже человеческая часть фантазируем она тоже так устроена очень интересно что она устроена так что запоминает лучше прям конкретно сейчас ученые это это исследовали то есть запоминается лучше именно то что представляет опасность для чего для того чтобы в дальнейшем это избегать то есть мозг он запоминает негативные события намного лучше чем позитивные события а что позитивное запоминает позитивное сидишь и кайфуешь тебе хорошо ты просто кайфанул у тебя как облачко такое зачем тебе это запоминать она тебе никак в жизни не пригодится а негативное надо запомнить потому что в следующем в следующий раз надо этого избегать поэтому мозг человека прям конкретно ученые психологи сейчас доказали что он за прям конкретно ведет человека в сторону негатива то есть если ты отпускаешь на просто на нейтралку свое мышление если ты не стараешься быть радостным если ты не стараешься быть позитивным то на автомате человек проваливается в негатив это первое второе второе значит барьера от радости это сравнивание у тебя как посмотрю в инстаграме как другие живут думаю ну что я так скучно живу сижу в иерусалиме тут все туда ездят сюда ездят здесь ездят там ездят а потом если я глубже копну да когда эти люди обращаются потом ко мне с которые у них инстаграм прям такой посмотришь прям вызывает дикую зависть а потом когда ты с ними индивидуально работаешь узнаешь чек ночью не спит у него депрессия тревога он там в жутких каких-то качелях эмоциональных и жизненных да потому что санта-барбара такая у многих людей которые ставят во главу во главу своей жизни погоню за удовольствием то это обычно идет знаете как вот например алкоголь это радость украденного завтрашнего дня и когда чек гонится не за счастьем которое это устойчивое состояние внутри а за удовольствиями именно да вот ну как бы просто удовольствие это это чувственное удовольствие то вот то что сгубило римлян греков там древних и так далее погоня за чувственными удовольствиями она человека приводит обычно к разрушению жизни значит второй барьер для радости мы изучили уже это сравнение то есть как только ты начинаешь себя сравнивать мозг он обычно говорит что соседа трава зеленее 3 3 это нарушение планов значит у любого нормального человека который планирует он должен знать закон парэта 80 процентов действий будут без результативными и только 20 результативными то есть нужно закладывать во все свои планы что вероятность того что они не реализуются выше чем то что они реализуются если это и такого подхода нет и чек не готов к тому что планы будут не реализовываться то тогда естественно не реализация плана будет его раздражать будет его каким-то образом выбивать из состояния внутренней радости и есть два пути или ты заранее по закону парэта знаешь что большинство планов может не сбыться и ты к этому готов или же поторе по торе есть другой еще очень классный метод до прекрасный метод это значит что все что происходит к лучшему что всевышний все делает лучшему и если ты делаешь план а всевышний этот план твой нарушает это не человек нарушает его план всевышний нарушает реальность от А ты веришь в то, что Бог тебя любит, и все, что Он делает, только к лучшему, тогда ты тоже не теряешь свою радость, а только улучшается твое состояние от всех изменений в жизни, каких бы они ни были. Но это нужно подняться на очень высокую ступеньку веры. Четвертый барьер. Четвертый барьер – это ощущение себя жертвой обстоятельств. Когда человек ощущает себя жертвой, лишает себя выбора, говорит, у меня безвыходная ситуация, то в этот момент это лишает его радости, выход есть всегда. Выход есть всегда, и даже принятие того, что я жертва – это тоже выбор. Поэтому это четвертый барьер. Люди, когда думают реально, что они жертвы, они себя обманывают, но это лишает их радости. Пятый барьер. Пятый барьер – это СМИ. СМИ – это источник информации. То есть, если у человека его система ценностей, и система его убеждений, и система правил, она выстроена таким образом, что ему плохо, и та информация, которую он получает, отравленная, да, то есть он из СМИ, например, смотрит каждый день и видит, читает – плохо, плохо, будет плохо, а еще хуже, а там еще хуже, а будет еще хуже. То это, конечно, лишает радости. Хотя это обман. Это все обман. Все СМИ – это обман. Теперь шестой. Шестой, значит, барьер, который лишает человека радости – это суды. Значит, сжатие, да, это духовный барьер, который, как бы мы чувствуем его проекцию внутри уже в виде последствий. Например, у человека реально проблемы со здоровьем, да, он болеет. Это значит, что у него есть какое-то нарушение на духовном уровне. Когда мы молимся о здоровье, кстати, запишите себе, да, мы молимся всегда, лучше всего молиться вначале за других, а потом просить за себя. Так вот, когда вы молитесь за других, вот сейчас давайте помолимся за всех там раненых, чтобы они вернулись домой, чтобы швы им – это пленники, которые в плену террористов здоровые вернулись домой, и чтобы у них было рефуат анефеш, чтобы молиться вначале, чтобы было излечение души в рефуат агуф и излечение тела. Потому что болезнь тела – это следствие болезни на более высоких духовных уровнях. Материальный мир – это проекция, а духовный мир – это причина. И получается, что вот аутоиммунные расстройства, что-то ломается в системе, эти самые, ну, даже не принято называть эти все болезни, когда что-то ломается в системе. Это значит, что человек вначале слал неправильный сигнал туда, наверх, ангелы вначале поднимаются, все наши поступки и слова – это как ангелы программы, которые поднимаются. И молитва за других, за здоровье других – это ангел хороший, который поднимается туда, как бы программа. А потом ангелы опускаются, и сверху из духовного мира идет программный код такой, да, все время так идет этот программный код. И потом в теле есть вот это вот, как компьютер такой, да, можно сказать, преобразующая система, которая этот код преобразовывает в состояние. И вот шестой барьер, который есть, который лишает радости – это суды. Когда человек заложил себе там какие-то очень негативные программы, да, послал туда много ангелов таких негативных, то он чувствует, вдруг, что его начинает сковывать. Тут у него заклинило, там заклинило, тут болезнь, тут на работе на него давят, тут жена на него давит, там, или семья на него давит. Он чувствует суды, и это лишает радости. Это шестой барьер. Седьмой барьер – преждевременная старость. Вот я, значит, прям всем советую, очень простое упражнение. Найдите какую-то музыку, которая вам нравится, и включайте себе где-то в наушниках, там, две минуты, когда никого нет, танцуйте. Маленькие дети, когда звучит музыка, они все начинают двигаться, танцевать. Потом им говорят, не двигайся, не то, сядь, сиди, там, не будь веселым, не будь радостным, много хочешь, мало получишь, не мечтай, не фантазируй, не то, не сё. И очень много, уже в 10 лет, становятся преждевременно старичками такими. Вот преждевременная старость – это седьмой барьер, когда человек перестает своему внутреннему ребенку, который всегда есть в человеке. Это прям психологический термин, это одна из частей личности, субличность такая, внутренний ребенок. Вот когда этого ребенка прессанули сильно, да, сам человек говорит, всё, ты уже взрослая, Светлана, всё, забудь про радость. Значит, как только человек себе это говорит, то у него, конечно, радость исчезает. Это седьмой барьер – преждевременная старость. Восьмой барьер. Восьмой барьер – это попытка контролировать окружающих людей. И слишком большая связь из-за этого с окружающими людьми, когда человек всё время думает, что думают другие люди, что они делают, как они должны делать, а почему они делают не так, и они должны сделать так. И чем больше он людей включает в свои размышления о том, как они должны себя вести, тем меньше у него радости и сил, потому что другие люди не будут вести себя так, как ты хочешь. У них своя жизнь, у тебя своя. Но чем больше человек, он своё внимание переключает с себя на других людей, или есть люди, которые умельцы, они берут, а что думают другие люди, и они как бы их тащат в себя, что они про меня сказали, как они сказали. Это восьмой барьер, который лишает радости. Девятый барьер, который мы изучили – это перфекционизм. Перфекционизм лишает радости, когда человек загоняет планку «я должен быть таким», «люди должны быть такие», «всё должно быть вот так», и он в этот момент, а оно всё не так, то… И сегодня мы перешли к десятому барьеру. Десятый барьер, значит, сегодня мы изучаем. Значит, десятый барьер говорит о втором книге так, что недостаток радости общественной и выбор человека быть несчастным. Значит, он здесь, так как автор, он живёт в Израиле, он говорит, описывает явление израильское, но я вам скажу, что если он в Израиле так описывает, что общество невесёлое, то общество на сегодня, например, в Украине, в России, оно ещё более невесёлое. И он говорит, это влияет человек, как бы мы все части общества. Если вокруг принято быть агрессивным малёха, чуть-чуть злым или страдающим, то человеку в окружении вот таких вот чуть-чуть злых, агрессивных и страдающих людей автоматически очень тяжело становится быть весёлым. И выбор быть несчастным – это тоже… Многие люди с детства начинают с помощью своего несчастья манипулировать другими. Ребёнок, он морозится и такой сидит несчастный, рыдает, чтобы мама ему дала там что-то, что он хочет, конфету. И если он видит, что это работает, то он может на всю жизнь выбрать вот эту стратегию «Я несчастный», «Я несчастный». И дальше эта стратегия, с одной стороны, она ему даёт какие-то бенефиц, какие-то даёт ему преимущества, да, кто-то его жалеет, значит, ему что-то даёт, что ему надо, да, несчастному такому. Но реально-то, так как он уже привыкает играть эту роль несчастного принцессы Несмеяны, вот это вот все там, знаете, кто там ещё у нас есть, принцессы Несмеяны, принцессы Нагорошине, такая вся нежная, несчастная. То вот, с одной стороны, он что-то от кого-то получает, но с другой стороны, ему приходится всё время быть несчастным, чтобы это получить. Это не очень приятная такая роль. Вот, это вот, коротко, десятый барьер, значит, десятый барьер. И что? Дальше он даёт нам упражнение, говорит, а ну-ка, давайте, посмотрите на себя. Он говорит, вдумайтесь в себя, как бы исследуйте себя в течение дня. Как ваше окружение, оно ведёт себя? Я не могу, я, например, вот первый канал, я, ну, естественно, не смотрю. Я вообще телевизор не смотрю, да, в доме у нас нет телевизора. Но, когда там кто-то включал, я видел несколько раз, включают первый канал, или там, ну, какие-то каналы, которые вот, это же кошмар какой-то, да, вот эти вот все, ну, люди, которые орут, злые, то есть там чем-то более агрессивный, злой и невменяемый, тем лучше. А это смотрят все, и оно, как бы, люди впитывают эти модели взаимоотношений, и там, это просто страх. Так посмотри, обрати внимание, как ведёт себя с точки зрения радости в твоё окружение. И или ты окружён людьми, которые радуются и поддерживают, и как-то у них принято быть весёлыми, или, значит, или вокруг тебя то окружение, в котором ты находишься, увеличиваем радость. Тема у нас «Увеличиваем радость». Мы изучаем, как быть радостным. С точки зрения Торы, с точки зрения иудаизма, с точки зрения еврейского, духовного и религиозного пути, которые получили на горе Синай. Вот Машарабену 3325 лет назад была получена Тора на горе Синай еврейским народом через пророка Моисея. И вот, значит, ну вот, проверь это всё, запиши. И что можно с этим делать? Подумай, что можно с этим делать. И твои роли, которые ты играешь, несчастные, что они тебе больше дают? Это уже я добавляю, он не пишет это. Всё-таки тебе это больше даёт пользы или минусов? Например, знаете как, в некоторых семьях принято, в парах, в семьях, значит, всё же из дома идёт. И, например, я с тобой не разговариваю, всё, типа, и я на тебя обижен. И человек обиделся и ждёт, что второй будет делать. Например, у него дома было принято, что второй начинал в это время сближаться, там, извиняться и так далее. А тот второй, у него дома было принято, что если с тобой не разговаривают, то с ним вообще не надо разговаривать больше. И он не разговаривает. И эта стратегия, она не работает. То есть мы все пользуемся какими-то стратегиями, которые когда-то работали, а потом они могут не работать. И лучшая стратегия для человека, это если он ставит своей целью быть радостным, весёлым, и он гибкий. Да, вот у меня я сейчас работаю над системой Академия счастья, 10 шагов к счастью. Это кайф. То есть первый шаг – благодарность. Второй шаг – обучение. Ты всё время обучаешься новым профессиям. Третий шаг – это гибкость мышления и тела. Ты в нужный момент применяешь нужную стратегию. То есть ты не замкнутый всё время в одних и тех же старых шаблонах, от эгиптий. Комплименты – это общение через комплименты, через фиксирование позитивных сторон других людей и их усиление. Осознанность – когда ты осознаёшь реально, что человеку нужно. То есть ты не общаешься просто в своём иллюзорном образе человека, а ты действительно осознаёшь, что с тобой происходит. И доброта. Доброта – это важнейший метод, важнейший метод коммуникации и улучшения жизни. И вот сегодня мы как раз в этой книге, вторая у нас книга называется «Улыбайтесь». Он здесь нам говорит такую вещь, что, значит, любовь. Он говорит, любовь. Хотите узнать, как добиться успеха в своих отношениях с людьми? Спрашивает автор этой книги. Значит, ключ к успеху – это любовь. Нужно просто попробовать полюбить других людей, прежде всего свою семью, друзей, знакомых, а затем даже врагов. Значит, есть очень известная такая заповедь в Торе, которая называется «Ваавта лейреха камоха» «Возлюби ближнего, как себя». Значит, Раби Атива сказал, когда они, мудрецы, думали, вот какая заповедь, заповедь, самая главная заповедь, на которой стоит вся Тора. И версия Раби Атива была, что это заповедь «Возлюби ближнего, как себя». Значит, это одна из 613 заповедей, одна из 248 повелевающих заповедей в Торе. И из актуальных сегодня заповедей, 77 на сегодня осталось актуальных, из-за того, что нет храма сейчас, значит, это входит в актуальное. В «Возлюби ближнего, как себя». Но это очень сложно, да, быть добрым, возлюбить ближнего, как себя. Как ее сделать? И вот автор этой книги, Авраам Цви Шварц, он говорит так. «Это не означает, что мы должны отдавать все, что у нас есть, другим, а сами оставаться ни с чем». Он говорит, «Возлюби ближнего, как себя, это не значит отдать им все». Нет, он говорит, прям нет с восписательным знаком. Мы должны бережно относиться к тому, что у нас есть, беречь свои силы и время. А как же возлюбить ближнего, как себя? Нужно сохранять чувство собственного достоинства. Но все-таки. И вот тут идет ответ прямо. Вот говорят, что евреи, евреи хитрые, да, есть такое. Я с детства, я так, меня так это возмущало. В детском саду, я помню, я рыдал. Воспитательница мне говорит, типа, Пентусевич, почему ты такой хитрый? А я не хитрый. Я просто вижу варианты действий и выбираю всегда самую короткую дорогу между точкой А и точкой Б. Почему это называется хитрый? Если ты умеешь просчитывать в шашке или в шахматы, как пойти, да, это же не называется хитрый. И это неплохо. Это свойство ума просчитывать на 2-3 шага вперед. Если ты это делаешь с хорошей целью, то это прекрасно. Если ты это делаешь с плохой целью, это плохо. Но и тупо просто взять человека стукнуть, это тоже плохо. Ну, то есть, речь идет о том, что свойство ума, которое называется хитрость, это не плохое качество. Плохо, когда эта хитрость используется для плохих, как сказать, для плохих целей. И вот здесь он дает нам очень такой красивый ответ, совет, да, как любить всех, но при этом не попасть в ситуацию, как у меня сейчас всплывает из порт-интерната выражение, когда такая была у нас там поговорка, да, такая, что нельзя все раздать, да, и говорили там, я не помню, кто это говорил, но это была как пословица такая в спорт-интернате, если каждому давать, поломается кровать. Такая была прям поговорка. Так вот, действительно, он говорит, что если человек, он всех любит и все раздает, он останется ни с чем. Так он говорит, какое же здесь решение? Он говорит, все-таки нужно хотя бы мысленно и иногда в действиях нужно проявлять любовь к людям. То есть мысленно всегда, это должно быть твоим намерением. Я хочу, чтобы всем вокруг было хорошо. Я люблю своих близких, я люблю свою семью, я люблю свой народ, свой город, я люблю всех добрых людей в мире, я люблю всех хороших людей. Возлюби ближнего, ближнего как себя. Ближний это тот, кто к тебе относится как к ближней. То есть здесь он про с врагами, я не знаю, откуда он это взял, зачем любить врагов. То есть это не, нет в Торе такого прям совета, люби врагов, да. Написано, что не радуйся слишком, когда твой враг падает. Это в притчах царя Соломона есть такой отрывок. Почему нельзя радоваться слишком, когда твой враг падает? Потому что Бог от него отведет свой гнев и наведет на тебя. За твою там жестокость, за то, что ты... То есть лучше падает он спокойно, но слава Богу, да. Слава Богу, но не слишком даже в этот момент радоваться. Такое есть. Но вот здесь он пишет, что как проявлять любовь к людям, это намерение, которое иногда выражается в действиях. Например, Дздаку по закону. Дздака это милосердие, это та часть денег, которую ты выделяешь на помощь другим людям. В принципе, есть такое понятие Моасер. Десятую часть, как бы нужно реально понимать, что десятая часть из того, что Бог тебе дает, нужно распределять между нуждающимися людьми. И это как бы часть, божественная часть, которую ты являешься посланцем Всевышнего, чтобы эту часть распределить. Но! Написано, что можно максимум раздать до 20%. Больше 20% раздать нельзя, чтобы не обеднеть и самому не нуждаться в Дздаке, в милостыне от других людей. И вот здесь он тоже пишет, что нужно быть добрым, нужно быть любящим, но нельзя все раздать, иначе тебе будет плохо. Но нужно любить всех мысленно, и действиями, и деньгами, и поступками до 20% можно раздавать в деньги, время, силы. Дальше он пишет, все начинается с мыслей. И когда мы начинаем думать хорошо о других людей, когда мы начинаем их любить, значит, причем любить, он пишет, это уже тоже экстремизм такой. Вначале нужно просто относиться к людям дружелюбно и с уважением в мыслях. И когда вы начинаете относиться в мыслях к людям с добротой, с уважением, с любовью, то что тогда? Тогда, тогда, значит, если ты мысленно, твое намерение любить людей, относиться к ним с добротой, с уважением, то, как мы знаем от царя Соломона, что, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в воде, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Если вы перед молитвой, так советует Аризаль, великий был такой каббалист Аризаль, он советует вот эту заповедь «Возлюби ближнего как себя», ее делать перед молитвой, прям сказать, я принимаю на себя, сейчас я выполняю заповедь «Возлюби ближнего как себя», я люблю всех людей, и после этого начинать молиться. Тогда твоя молитва будет принята Всевышним. И здесь он дальше дает практический совет, практический совет, что нужно людям. Он говорит, для того, чтобы люди хорошо к вам относились, мы должны научиться давать им то, что им нужно больше всего, то, к чему они стремятся. А что же это? Три самых главных вещи для каждого человека, которые начинаются с буквы «П». Запишите. Три главных вещи, которые нужны любому человеку, и они начинаются с буквы «П». Первое «П» это что? Признание. Признание, он расшифровывает, принимайте людей такими, какими они являются, на самом деле, со всеми их проблемами и недостатками. Принять человека, признать, что он такой, какой он есть, и ты его принимаешь и любишь таким, какой он есть. Второе. Понимание. Постарайтесь понять каждого человека и признать, насколько он для вас важен. Научитесь ценить то, что он для вас делает. Не забывайте сказать ему спасибо. Это понимание. И третье. Это похвала. Старайтесь оценить каждого по достоинству. Восхититесь тем, что ему удалось достичь и похвалите его. Если вы сможете полюбить других, они ответят вам также любовью. Но не достаточно только думать об этом. Нужно научиться проявлять свою любовь, используя все три вот этих самых главных вещи. И тогда со временем люди тоже ответят вам любовью. Значит, думайте и заботитесь о других людях, заканчивает он, потому что это то, что связывает этот мир с вечностью, а вас с Творцом. Вот такой вот очень хороший практичный совет. Понятно, да? Значит, первое П это признание, принять, принятие людей такими, какие они есть. Второе, понимание, то есть выслушать, понять, вдуматься в то, что он говорит. И третье, это похвала. Комплимент, похвалить его за то, что вам очень нравится. Поэтому, значит, спасибо вам огромное, что вы приходите на уроки. Очень приятно. У нас сейчас 87 человек в Фейсбуке, 73 человека в Телеграме, это 160, и 70 человек в Ютубе, это 230 человек в прямом эфире сейчас на уроке. Каждый урок в течение дня дальше в записи смотрит несколько тысяч человек. И спасибо вам огромное, что особенно партнерам, спасибо партнерам ВАИКРА, партнерам, спонсорам, которые являются настоящими партнерами. Настоящими партнерами они являются в этом прекрасном, прекрасном деле. Нести божественный свет людям, помогать людям узнать, понять, ощутить этот божественный свет, познакомиться со Всевышним через то, что мы изучаем. Путь благодарности, любви и радости это самый приятный путь ко Всевышнему. Все, удачи всем и успехов, чтобы было благословение во всех хороших делах, чтобы Всевышний дал вам то, что вам не хватает, каждому из нас, и чтобы мы, самое главное, это вот то, что мы изучаем уже несколько месяцев, чтобы мы, зная все, что нас лишает радости, чтобы мы благодарностью прям ко Всевышнему отмечали, отмечали вот все, что нам дает, ценили, отмечали, и через это пробуждается любовь ко Всевышнему, и чем вы больше через любовь соединяетесь со Всевышним, тем лучше будет жизнь. Все, всем удачи, успехов, чтобы сила духовная от этого урока пошла на то, чтобы все пленные, которые сейчас у террористов, плену, женщины, дети, старики, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми, и чтобы было Арифаат Анефеш, выздоровление души и выздоровление тела для всех хороших, добрых людей в мире. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся. Спасибо.